Глава Ленинского городского округа Алексей Спасский проверил ход строительства нового детского сада на 280 мест в жилом комплексе Южное Видное. Здание нового дошкольного учреждения трехэтажное, площадью 4,5 тысячи квадратных метров, рассчитано на 15 групп. Как рассказал инженер технического надзора Илья Петров, в июле объект должен получить заключение о соответствии. Подтверждение, что завершенные строительные работы полностью соответствуют нормативам. Работы идут в соответствии с графиком. Готовность на данный момент сейчас вышли уже под покрасочные работы. Оборудование смонтировано в полном объеме, технологическое, вентиляционное, сантехническое. Все коммуникации подведены, все сети в наличии сданы. Активно ведутся работы и по благоустройству прилегающей территории. Все соответствует современным требованиям, которые предъявляют нам органы муниципальной власти и надзорные органы. Поэтому все обеспечено в соответствии с нормативом. Правильное образование больше интересуется оснащением, ну и всякими решениями колористики и так далее. Поэтому мы, естественно, согласуем все с правильным образованием. Набор оборудования, мебели, занавесок, ну, вплоть до горшков детских. И, собственно, колористика, цвет стен, покраски, плитки и так далее. Это все мы в рабочем порядке обсуждаем, решаем. Наталья Мыльченко, бабушка двух маленьких внучек, признается, для микрорайона открытие дошкольного учреждения – настоящий подарок. Мы давно очень ждали этого события. И будут, наверное, все мамочки очень счастливы, потому что детей в нашем дворе очень много. Прям две площадки полностью забиты детьми, так скажем. В общем, мы будем очень счастливы. Чем быстрее откроется, тем лучше новый, современный детский сад. Детский сад планируют открыть уже в сентябре этого года. Также Алексей Спасский посетил здание, в которое переедет Видновская стоматологическая поликлиника. Сейчас в помещениях активно ведутся ремонтные работы в соответствии со стандартами Министерства здравоохранения Московской области. Ввод в эксплуатацию запланирован на декабрь 2023 года.